друзья привет решил сегодня выйти в прямой эфир и так как вам интересна тема манипуляции сознанием пропагандой плюс это очень часто актуальная такая проблема в нынешних реалиях я решил собрать для вас материал который поможет вам определить попали ли вы под счет подчеты манипуляции подчета давления и естественно распознать пропаганду и понять соответственно какую сторону принимать правды конкретно для вас да вот соответственно на материал который буду сейчас вам говорить он в основном основан на трудах геббельса и определенных книг по психологии в конце я дам в конце этого видео я дам ссылки на эти ресурсы можете потом сами почитать это изучить я произвел такую компиляцию для вас чтобы сэкономить вам время и так я не буду сегодня говорить там про какие-то конкретные там действия у нас там в россии я буду просто апеллировать фактами и приводить естественно примеры того как где может использоваться манипуляции чтобы вы не попали под ее влияние первое манипуляция через образ мученичества очень мощный такой прием манипуляции когда скажем какой-то социальный объект да там ну какую-то группу людей выставляет мучениками этот прием манипуляции через образ мученичества представляется как формирование ложного ощущения что та или иная политическая сила группа является угнетаемый до преследуемый страдающий за свои убеждения или за чувство исполняемого долга также в данной манипуляции используется героизация агрессоры агрессоров и провокаторов предположим можете набрать в гугле историю про убийство веселя в германии да как раз таки при геббельсе были волнения в социуме в германии когда нацизм только хотел ну нацизм хотел занять лидирующий позиции как политическая активность да в стране а вот и соответственно взяли герезировали человека который умер на баррикадах да так называемый ну при митинге при этом этот человек ни за что не топил он был просто случайный человек да но его герезировали и соответственно это все штамповали то есть историю его то что вот он умер за правое дело можете почитать это реальная история соответственно что здесь происходит то есть получается формируется легенда передергивание фактов использование слухов и также еще один мощный пример того как это можно использовать завещание павшего героя да то что вот он перед смертью сказал нам что-то завещал это очень мощный такой триггер для людей соответственно появляется символ героя из народа и борьбы то есть какая задача задача получить сочувствие большинства дальше ассоциативная манипуляция тоже очень мощный пример того как можно манипулировать сознанием общественности прием ассоциативной манипуляции представляет собой использование элементов идеологической символики за которые уже закреплено определенное политическое значение предположим скажем есть нацисты там либо там за там какая-то там группа людей которые за что-то топят у нее есть определенная символика да предположим вот вот эта речевка слава россии да сейчас она как бы звучит нормально и даже путин говорит так слава россии да но до этого она использовалась именно нацистами да зачем это делается это делается для того чтобы привлечь как раз то есть ту часть аудитории в которой используется данная речевка к себе да ну понятно то есть чтобы соответственно привлечь к себе большее количество последователей дальше смещение фокуса тоже очень мощная манипуляция когда скажем смещается фокус в ту сторону которая нам интересно то есть на которой нам выгодно дальше манипуляция через миф о скрытой руке прием манипуляции через миф о скрытой руки является формированием ложного ощущения что за теми или иными политическими событиями процессами стоят скрытые силы которые через эти события процесса добиваются своих корыстных целей предположим происходит какой-нибудь там за там что-то у нас стране дали бы где-то и соответственно а если не выгодно признавать тот факт что ну как бы как она на самом деле да нам предлагают это объяснить тем что вот америка там что-то там сделала до предположим ну либо расскажем не знаю там во всем виноваты евреи да там ну вот вот эти популярные темы да то есть как бы ну опять же передергивание фактов то есть как год случилась какой-то ситуация да и людям внушают что это какие-то там вот внешние силы дальше манипуляция через демонстрацию единства масс супер мощный манипуляционный ход когда нам естественно демонстрируют единство масс и создается ложное ощущение единства народа с какой-нибудь одной политической силой что демонстрируется через масштабные массовые акции скажем там по телеку показывает что вот там собралось большое количество людей и соответственно ну это придает более ну как страшнее как становится да потому что видишь большой толпу людей при этом тоже опять же может быть потасовку фактов потому что могут сфотографировать под каким-то определенным ракурсом углом либо вообще взять фотографию которая из прошлого то есть очень часто это используется когда скажем какие-то военные конфликты да там и показывать сколько людей там вышло на там на улицу да на самом деле это вообще фотка там монтаж либо там какой-то за прошлое событие дальше формирование мнения через сми очень популярный метод манипуляции это когда манипулирует общественным мнением с помощью электронных сми либо там каких-то оффлайновых активностей это целенаправленное формирование у населения оценок и мнений относительно определенного события или определенной личности манипуляции осуществляется через сми имеющий самый широкий охват населения и самое высокое психологическое воздействие на аудитории сейчас самое сильное психологическое воздействие на аудитории это естественно интернет потому что ну youtube сами сети далеко ходить не надо там в украине все это движуха произошла за счет твиттера фейсбука трампа выбрали за счет рекламной кампании в фейсбуке ну примеров на самом деле куча масса дальше здесь на предание определенным событиям стране и мире выгодной точки зрения оценочной до какой-то использование примитивизма для большей популяции идей геббис об этом очень много писал то что чтобы какую-то какой-то факт какой-то какую-то фразу там в речевку схавали да она должна быть максимально простая понятно даже идиоту с глубинки да но при этом ее нужно повторять сотни раз то есть ложь сказано сто раз становится правда для человека вот соответственно это тоже манипуляция дальше синонимичный ряд очень часто это используется в новостях то есть когда скажем ставят в один ряд там националистов анархистов социалов атеистов геев и лесбиянок да то есть как бы вот как бы у человека сразу получается ассоциация негативная то есть как бы да то есть ну это опять же манипуляция да это уже больше относится к психолингвистики к нлп дальше создание иллюзия объективности упрощение обобщение монтаж и вызвание к логике это когда берется какой-нибудь факт который скажем ну там просто выцепляется да и преподносится как правило как логика да то есть какое-то периодично то есть периодически повторяющиеся какое-то событие ну и соответственно человеку так как ему лень проверять и в основном там мы больше эмоциями да там как-то вот реагируем на все это дело как бы мы это хаваем дальше борьба с инакомыслием с книгами с другим мнением то есть как бы мы живем вроде как в свободной стране но при этом даже сейчас идет борьба с какими-то там сми с книгами там с порталами с блогерами там еще с кем-то то есть идет реальная борьба с иным мнением дальше киноискусство как средство пропаганды данное средство она используется не задам веками там вплоть там после там просто создание кино всегда была пропаганда в кино далеко ходить не надо давайте просто посмотрим там фильмы скажем marvel да вот мы все их смотрели просто проследите как какая страна там показывается дату скажем вот если фильм про там супергероев там снят в америке то как правило русский это негатив японцы наши друзья ну и соответственно какой из этого следует итог да то есть почему так показывается потому что идет пропаганда против россии а так как американцам стыдно за хиросюму нагасаки то что они сбросили под конец войны бомбу чтобы просто и протестировать на бедных японцев как бы соответственно они пытаются загладить таким образом вину и делают фильмах соответственно показывают героев главных которые дружат с японцами да либо их героизируют да то что они там соответственно совершают какие-то героические события второй пример вы все знаете то что скажем вот в америке угнетают афроамериканцев да то есть там естественно черный народ и вот посмотрите просто вот как поменялось соответствие количество темнокожих актеров там скажем там 30 лет назад и сейчас да но это опять же пропаганды манипуляции да то есть показывается что вот особенно героизация то есть все больше и больше как бы вот героев да они темнокожие это тоже не просто так это соответственно чтобы успокоить утихомирить вот эти вот бурление в африке в америке прошу прощения да то есть чтобы соответственно не бы не было бунтов потому что там у них реально это одна из топовых проблем в америке скажем да дальше манипуляция подмена и понятий манипуляционная подмена понятий это способ манипулирования общественным сознанием когда истинный характер негативных процессов например военных действий подменяется смягченными формулировками да то есть скажем мы ведем войну не против мирного населения польши а против диктак диктаторов да которые там соответственно сидят но при этом если смотреть факты да то при вот таких вот мирных военных действиях там скажем погибло 300 мирных жителей а там один диктатор и два там этих за там военных из нато да то есть ну как будут просто факты если посмотреть то как бы это не так но нам это преподносит более смягченной форме чтобы мы и схавали лучше поэтому происходит смягчение формулировок и в принципе самого образа войны и каких-то там вот таких вот военных действий дальше приведу цитату которые в книге у геббельса написано книга называется борьба за берлин народ всегда сам хочет управлять собой лишь тогда когда система которая им управляет больно и продажно у народа нет потребности не в определенном избирательном праве не в так называемой демократической конституции до тех пор пока он проникнут убеждением что правящий слой проводит хорошую честную политику народ хочет только чтобы им управляли честно и прилично вот то есть на это пишет геббельс да дальше идем я вам хочу как бы обозначить что единой правда никогда не существует нет черного абсолютно черного абсолютно белого да то есть мы как бы живем в мире если вы не максималист 17-летний парень далее бы девушка то вы должны понимать что мир он многогранен да то есть как бы когда происходит какая-то ситуация нужно ее рассмотреть с разных углов но при этом в пропаганде это преподносится как либо абсолютно черное либо абсолютно белая то есть как бы либо ты за тех кто пришли бы ты за этих топишь да опять же навешивание ярлыков да то есть вот я вчера там позавчера высказал свою позицию на меня сразу навесили ярлык что я там про путинский кремлебот да но это не так если вы внимательно прочитаете то что я написал я наоборот говорю о том что вся политика в принципе она манипуляция большая манипуляция а люди это просто пешки но при этом это все между строк как бы читалось и меня навесили ярлык да то есть меня как бы причислили к определенному лагерю хотя это не так я и в эфире в сто раз гришь я аполитично я просто смотрю на факты и пытаюсь понять что происходит дальше нежелание изучать историю вот это прям супер момент который я заметил за последние там два-три дня когда мне люди писали спрашивали там как я отношусь к тому либо определенному там действию там который сейчас происходит на стране да что я заметил те люди которые скажем мне писали то что какую-то эмоциональную свою оценку давали что я там там за мудак лох дебил там на там из этом козел говнюк там подлес терпила чё этом только не выслушал за последние три дня это все эмоциональная оценка то есть как бы если убрать эмоции я с некоторыми людьми пообщался в директе то есть там аудио сообщениями вот когда эмоции спадают и мы начинаем говорить в поле фактов да то люди они ну садятся на задницу потому что они не знают ни истории не политики не фактов не цифры и когда их речевки кончаются типа там там типа нас отобрали право выборов в россии коррупция там за там еще таки да попу популистические какие-то вот эти вот речевки которые по сути про которые писал геббельс да то все как бы они нихера не знают то есть вот по конкретике спросить скажем взять за пожаре в сибири предположим да вот сейчас эта тема активно обсуждается вот если у человека спросить а ты знаешь как нужно тушить пожар да ты общался с мчс никами там не знаю сколько нужно воды и галлонов да сколько это может реально стоит а действительно ли это экономически выгодно либо не выгодно человек не может ничего сказать потому что он не разбирается в этом я не утверждаю что не надо тушить пожаре я просто хочу общаться в нормальном поле с фактами они с эмоциональной какой-то оценкой понимаете но проблема в том что когда будет вот такой вот диалог без оскорблений без там причисления там навешивания ярлыков он будет скучно для людей понимаете потому что ну мы живем в мире когда у нас клиповое мышление формируется да то есть мы нам интересно смотреть блокбастеры чем документальные фильмы нам интересно посмотреть скажем какой-нибудь военный фильм где за там немцев жарят из огнемета как в тарантино да нежели просто разобраться почитать историю как было на самом деле мы не хотим тратить свое время да наш мозг он с каждым днем с каждым годом он все ленивее становится и мы хаваем то что нам проще как бы ну себя впустить а что нам проще впустить какую-нибудь хуйню из youtube да то есть там чувак взял три минуты снял без фактов без цифр без всего но при этом это просто легче нам воспринимается я называю такой контент попкорном да то есть вот его пожрал и выбросил да там пожелый высыл точнее да вот поэтому мы сейчас живем в таком мире в котором люди вообще не разбираются не в истории не в политике не фактах вообще не в психологии ни в чем вот им кинули какую-то речевку да они сожрали все идут с этим лозунгом на улице при этом блять как бы вот если как по конкретике спросите вот так вот человека типа а что ты предлагаешь конкретно да что ты хочешь изменить как бы круто что у тебя есть амбиции что ты как бы такой активный знаете это напоминает когда новый сотрудник приходит в компанию да вот он весь такой заряженный классный позитивный но при этом когда он начинает разбираться в абсолютно всех проблемах которые существуют в компании он все больше и больше начинает понимать человека который уволили до этого другой пример да вот скажем вот вас есть компания представьте вы владелец компании и вам нужен генеральный директор наняли бы вы человека в свою компанию на позицию генерального директора который бы сказал следующее ты знаешь макс там я очень такой амбициозный хочу много чего поменять но я нихуя не разбираюсь в том что я должен делать вряд ли а именно так это и выглядит когда ты общаешься с людьми которые вот нихера не апеллирует фактами то есть они ничего не знают понимаете то есть вот когда эмоции убрать у них ничего не остается дальше так я тут выписал для себя в заметке еще один момент да вот смотрите ну многие меня спрашивали макса типа ты за кого то есть как бы то вот какую позицию ты принимаешь я принимаю позицию такую что в принципе любая политика это пропаганда просто ты как бы становишься частью либо пропаганды с той стороны либо пропаганды с этой стороны да то есть нету правды она всегда посередине понимаете то есть нет однобокого какого-то мнения по ситуациям которые происходят в мире соответственно моя позиция такова что если тебе что-то не нравится ты либо сам это измени если ты не можешь это изменить либо это прими либо уедете в ту страну где тебя все устраивает стран много как бы пожалуйста вот моя позиция да ну что я для себя понял что нихера ничего не поменяется. Если просто посмотреть по истории, мы должны менять систему. Если поменять человека из системы и поставить другого человека, то система сама не поменяется, система останется, при этом эта система поддерживается людьми, которые в этой системе. Один человек не может ничего поменять, даже 10 человек не мог ничего поменять. А поменять всю страну и мышление всей страны, это дело не 5 лет какой-то партии, которая может прийти к власти. Вот моя позиция. Дальше, вы знаете это как с мороженым. Кому-то нравится шоколадное мороженое, кому-то ванильное, кому-то вообще не нравится мороженое. Но при этом же нельзя сказать что тем кому нравится ванильное мороженое они мудаки, а тем кому нравится она шоколада мороженое они молодцы. Кто должен менять систему? Менять систему должны люди, но при этом у русского человека, как правило, в психологии уже давно сидит, что есть царь, да, и он все поменяет. То есть царь-батюшка к нему прийти на поклон, и он там все сделает нам, да. То есть это в психологии русского человека, вот совок, да, так называемый, он уже сидит в голове. Соответственно, мы не хотим сами ни хера ничего применять, мы умеем только орать, да, то есть кричать, орать, это, знаете, это как позиция ребенка. Вот простой вам пример, скажем, у вас в подъезде насрали, да, вот у вас говно лежит в подъезде. Вот если сравнить то, что сейчас происходит, да, это вот было бы так, значит, пришли бы 10 блогеров, сфоткали бы вот это говно, и соответственно, разослали бы по своим там социальным сетям, сказали, вот у нас в подъезде говно, пиздец, ужас, несправедливость. Кто бы, кто-то бы даже позвонил Джек и сказал, слушайте, вот тут говно можете убрать, ему бы отказали, он сказал, пиздец, все, несправедливость, у нас говно не убирается в подъезде. Потом бы пошли, короче, собирать подписи людей, соседей, собрали бы 100 человек, и все бы смотрели на это дерьмо, да, вместо того, чтобы просто, блядь, сука, взять и убрать его, понимаете? Ну, понимаете, да, то есть, сколько действий в первом случае, сколько действий в втором случае делать. Я не говорю убивать людей, да, не поймите меня неправильно. Убрать не значит убрать в принципе проблему, да, человека. То есть, не, не буду. То есть, понимаете, как бы, вот, ну, окей, сейчас очень популярна позиция оппозиционеров, да, то есть, ну, окей, принимаем, да, я уже это понял там в Фейсбуке, и в Телеграме, и в Инстаграме, хорошо, но ведь оппозиции тоже очень активно используют манипуляции и пропаганды. Вот просто вот, вот то, что я рассказал, посмотрите, используется ли это там. Просто посмотрите, и примите для себя решение, как бы, осознайте, что из той, из другой страны вами манипулируют. Просто вы выбираете, к какому лагерю себя, как бы, ну, причислить, понимаете? Дальше. Есть белая и серая пропаганда, да, вот, когда белая пропаганда не работает, такая в лоб, да, начинается серая пропаганда, то есть, это как, знаете, это как манипуляция, да, то есть, скрытая такая манипуляция, вроде как и не видно, но тобой манипулируют. Соответственно, как бороться, да, с пропагандой? Давайте разберемся, значит, что делает обычно пропаганда, значит, чтобы победить какие-то факты, да, то есть, я говорю, что вот нужно апеллировать факты, Чтобы победить факты, пропаганда обращается всегда к эмоциям и инстинкту самосохранения. Преувеличивает какую-то опасность, либо угрозу. То есть страх мешает мыслить логически. Когда есть страх, думать некогда. Работают инстинкты. Это раз. Дальше. Опять же, принадлежность к большинству. Пропаганда всегда старается показать, что у нее много сторонников, победа неизбежна, точно все поменяется. Мы чувствуем себя в безопасности, когда принадлежим к сильному большинству. Это нормальный инстинкт самосохранения, который у нас в генах заложен еще со стародавних времен, когда мы вылезли из пещеры. Дальше. Пропаганда не отвечает на аргументы. Важный момент. Она критикует именно оппонента, как личность. При этом недостатки оппонента никак не связаны с предметом спора. Проще высмеять и оскорбить, чем найти правильный аргумент. Если вы видите, что в каком-то обсуждении кого-то начинают оскорблять, унижать, обзывать мудаком, козлом, кремлеботом, либо анархистом, то это манипуляция пропаганды. То есть люди дискутируют не в поле фактов, цифр и логики, а в поле именно оскорблений каких-то личностных. Дальше. Пропагандист берет один факт и представляет его как правило. То есть выцепляется какой-то один факт и говорится, что вот это правило. Дальше. Вот давайте представим, да, вот если бы вся полемика велась честно и по фактам, нам реально было бы просто скучно на это смотреть. Мы бы просто вырубили, да, там, и пошли бы спать. Поэтому нам предлагают всегда понятное обобщение, и мы хватаемся за них. То есть, опять же, вот это клиповое мышление. Да, наше сознание, тоже важный момент, всегда ищет какие-то закономерности и в окружающем мире. Иначе реальность вокруг нас кажется нам сплошным непонятным хаосом. Есть простой пример, скажем, вот пример, да, там, не думайте о черном медведе, да, там, либо, не знаю, там, о белом пингвине. Все, вы начинаете об этом думать. И, скажем, если, не знаю, там, есть тоже игра, там, не знаю, там, это цвет машин, да, там, типа, есть красная машина, там, найди красную машину, да. Да, вот, если вы будете концентрировать свое внимание на красных машинах, вы будете их видеть, замечать, а остальные машины для вас, как бы, ну, на второй план выходят. То есть, ну, получается, если у нас, если мы выбираем чью-то сторону, да, там, оппозиции, там, либо, не знаю, там, Единой России, там, еще чего-то, анархистов, там, геев, лесбиянок, неважно. Мы, как бы, находим именно те факты, которые подтверждают ту позицию, которую мы выбрали, остальные факты для нас становятся неважными. Дальше. Фрейминг. Очень популярный метод влияния на людей нейролингвистическое программирование. Одни и те же факты могут подаваться по-разному и производят совершенно противоположные эффекты. Когда нам предлагают готовый вывод, мы автоматически принимаем его, потому что нам так удобнее. И не нужно тратить время на самостоятельный анализ. То, что я и сказал, то есть, зачем нам изучать историю, зачем нам разбираться в политике, зачем нам разбираться, там, в психологии, зачем нам, там, вот это все, там, если, как бы, вот есть очень удобная, хорошая фраза, какая-то речевка, которую мы принимаем, все, и мы с ней идем дальше, да. То есть, когда нам предлагают, опять же, готовый вывод, мы автоматически его принимаем, потому что нам просто лень проверять. Простой пример. Как может один факт восприниматься по-разному, да, там, подаваться по-разному? Стакан наполовину полон, стакан наполовину пуст. То есть, с одной стороны, это положительная, да, какая-то окраска, с другой стороны, отрицательная окраска. Дальше. Роботы отнимают рабочие места. Негативная окраска. Положительная окраска. Роботы избавляют от скучной работы. Факт один и тот же, но подается совершенно по-разному. Дальше. Жилье эконом-класса. Позитивная, да, окраска. Негативная. Гетто на окраине. При этом это одно и то же, просто разными словами описывается. Логические ловушки. Тоже манипуляционный ход, когда пропаганда делает аргументы логичными, да, то есть, ну, при этом, на самом деле, нарушаются все законы логики. Людям предлагают выбрать наименьшее из двух зол. Но на самом деле есть еще третий вариант, вообще без зла, да, то есть, пример, да, там, либо мы вводим цензуру, либо наши дети вырастут геями, да, то есть, как бы, либо одно, либо другое, да, как бы, но на самом деле есть еще третий вариант, да. Дальше. Людям предлагают верить в то, что если что-то существовало раньше, существует сейчас, то оно, по факту, будет и в будущем, и ничего не изменится. Например, в России всегда была коррупция, да, ну, как бы, вот, пример просто. Дальше. Нас стоит обмануть один раз, дальше мы сами будем искать подтверждение того, что наши убеждения верны. Почему? Потому что чувствовать себя обманутым неприятно, потому что мы бессознательно отбрасываем те факты, которые, там, заставят нас избежать разочарования, понимаете, да. Ну, чувство эго, чувство нашей гордости, оно всегда превалирует над здравым смыслом. Есть очень прикольный пример в YouTube, в Google, в Яндексе, можете вбить, советский эксперимент с детьми, когда, там, по-моему, сидело 10 детей, и подговорили 9 из них, а один сидел, как бы, ну, не понимал, что происходит. И все по кругу, всех по кругу спрашивали, то есть, стоят на столе два конуса, один черный, другой белый, и у всех спрашивают детей, какого цвета конусы, и все, как один, говорили, конусы белого цвета, конусы белого цвета. Девочка, которая сидела вообще не в понятках, не понимала, что происходит, она приняла позицию большинства, понимаете, да, то есть, как бы, это, ну, противоречит здравому смыслу, ну, так как мы homo sapiens, да, то есть, мы, простите, homo sapiens, да, то есть, мы, простите, homo sapiens. Да, то есть, мы сначала были homo sapiens, сейчас мы homo social, то есть, мы, как бы, являемся все равно частью ячейки общества, и нам, как бы, стрёмно быть белой вороной, поэтому мы можем принимать даже за правду те факты, которые, ну, вообще, как бы, бредовые полностью. Любая пропаганда работает, потому что мы сами позволяем ей работать, да, то есть, как бы, если бы мы все единоразово сказали, что нет, это херня, как бы, она бы перестала работать. Как бороться с пропагандой? Значит, всегда получайте информацию из разных независимых источников и сравнивайте факты, да, при этом важно понимать, чьи интересы представляет этот источник. Однобокой картины никогда не бывает. Анализируйте всегда из разных источников информацию. Как бы красиво она не смотрелась, как бы вкусно она вам не подавалась. Дальше. Желтуха всегда распространяется быстрее фактов и цифр, поэтому, если есть в каком-то, там, факте эмоциональная окраска, остерегайтесь, потому что вас пытаются взять за крючок. Дальше. Не верьте своим глазам, потому что всегда есть монтаж, всегда есть определенный ракурс, всегда есть определенная, вот, какой-то, ну, скажем, картинку взять, да, а показывает вам часть картинки, да, и все, и вы, там, какое-то свое мнение уже формируете. Поэтому всегда проверяйте, даже если есть какое-то фото доказательство, ищите в гугле похожие картинки, смотрите, как на самом деле, там, когда эта картинка сделана, фото, да, там, или либо видео, и смотрите сюда полностью, потому что монтажники в новостных каналах очень любят, там, либо ютуб-блогеры, да, там, с определенной позиции, да, активной, очень любят вычленять фразы определенные, да, там, из контекста и делать монтаж, склейку, которая им необходима. Дальше, оскорбление, опять же, то есть, если вы видите, что в каком-то факте, в какой-то новости, там, либо в какой-то полемике идут оскорбления, все, это пропаганда и манипуляция, там правды нет, все, там нету правды. Какие книги я вам посоветую? Значит, первая книга, с которой вы можете начать, я почитал, книга Непряхина «Я манипулирую тобой», там конкретно по тому, как можно, как манипулируют людьми, и как можно с этим бороться. И вторая книга, это Геббельс, там, любую книгу возьмите, почитайте. Спасибо за эфир, надеюсь, вам было полезно, поставьте плюсики, там, и если мы наберем много комментариев и плюсов, я буду дальше об этом рассказывать. Спасибо.